Несколько сел в Алматинской области могут остаться без тепла из-за перебоев с электричеством. Свет, а вместе с ним и газовый котел отключаются ежедневно. Жильцы говорят, в домах, где проживают дети и инвалиды, минусовая температура. В чем причины частых сбоев и когда их устранят, рассказали представители обслуживающей компании. В ситуации разбирался Дамир Анитов. В холодных домах жители Коктугана и Кокузек живут уже последние две недели. Теплая одежда у сельчан сейчас жизненно важная необходимость. Свет здесь отключается ежедневно. Перебои были с момента основания аулов. Возмущаются сельчане. Терпение людей на исходе. По словам местных жителей, порой освещения нет по полдня. Именно в такие моменты котел, в который подается газ, не работает, следовательно, дома холодно. По этой же причине дома отсутствует и вода. По словам жителей, обслуживающая компания до сих пор не объясняла причину частых перебоев. Ночь еще отключается. А ночью, как вы знаете, ночью сейчас уже холодно становится. Значит, газ не работает, воды нету, света нету. Ну это вообще какой-то кошмар. Когда вот начался отопительный сезон, никто никого не предупреждал. Он сам по себе тыпц и вырубается. Выяснилось, что причина постоянных перебоев ремонтной работы. Буквально две недели назад вместо старого трансформатора электрики установили новый, более мощный. А ближайшие два года намерены полностью заменить накренившиеся столбы советского образца. Производятся ремонтные работы. Все сети, которые находятся на балансе компании, составляются дефектные акты. И закупается необходимое оборудование. И проводятся ремонтные работы. Проектом предусмотрено именно для этого села ремонт 20 километров линий. Капитальный ремонт, предусматривающийся замену деревянных старых опор и проводов. Другая проблема – уличное освещение. Если в Когузек на центральной улице установлены фонари, то в соседнем Коктугане полнейший мрак. Родители ежедневно встречают детей после уроков. В этом году уже все документы приготовил. Мы на следующий год уже запланировали бюджет. И бюджетная заявка была подана уже в район Акимат. На следующий год будет выделен бюджет и будет проводиться работа по освещению. Села как-то, да. Найдет решение и проблема с дорогами. По словам Акима, в следующем году в селах намерены проложить асфальт. Также планируется строительство новой школы и установка фонарей по пути к учебному заведению. Дамир Анитов, Сангалиму Айтпаса, в телеканал Алма-Аты, Алматинская область.